Армянские боевики, совершившие массовые убийства в Губинском уезде, проявили особую жестокость в ряде населенных пунктов региона. Одно из них было совершено в селе Алпан. Следы от поль, сохранившиеся до наших дней на сельском кладбище – наглядный пример армянского вандализма. Армянские боевики напали на Алпан в мае 1918 года и окружили село с трех направлений. Большая часть населения убежала в лес. Разграбив все дома, армяне сожгли их, а затем зверски убили людей, не пощадив стариков, женщин и детей. Бабушка рассказывала, что наш дом в то время выделялся среди других своим видом. Когда армяне вошли в село, сельчане убежали в лес и издалека следили за их действиями. Бабушка говорила, когда люди вернулись в село, увидели, что большинство домов сгорело, исчезли ценные вещи. Обнаружение массовых захоронений в 2007 году в Губе еще раз была подтверждена резня, совершенная армянами 104 года назад. Еще раз выяснилось, что наряду с азербайджанцами геносуду подверглись Лизгина, евреи, таты, представители других этнических групп. Всего на этой территории было зверски убито и захоронено около 500 человек, среди которых более 50 детей, свыше 100 женщин, остальные старики. На том же месте создан Губинский мемориальный комплекс геноцида. В этом разделе представлено оружие того периода, в том числе и цепи. Армянские вандалы в 1918 году убивали людей и бросали их в колодцы, используя их. Здесь вы видите гвозди, которые были вбиты в черепа людей, обнаруженных в этих захоронениях. В ходе 44-х дневной отечественной войны весь мир стал свидетелем, что в отличие от армян, азербайджанская армия не воевала против мирного населения. Под руководством победно-доносного верховного главнокомандующего наша сильная армия изгнала армянских террористов с наших исконных земель. И кровь невинных людей была отомщена. Продолжение следует...